МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги Голоса Америки с Юлией Савченко из Вашингтона. И сегодня в выпуске. Бомбы в три раза мощнее, чем Хиросиме. Готовится, по его собственным словам, получить Александр Лукашенко от России. Ядерное сдерживание или ядерная несдержанность? Трамп. Процесс пошел. Экс-президенту предъявили обвинения во Флориде. Выбьют ли Трампа из седла предвыборной гонки? А также стартовые возможности. Начало марафона за американское президентство. Быстрее, выше, сильнее. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, на этой неделе президент Беларуси заявил, что его страна начала принимать российское тактическое ядерное оружие. Лукашенко отметил, что Москва уже поставила ракеты и бомбы. И подчеркнул, что согласование применения ядерного оружия с российским руководством, цитата, не будет проблемой. Примечательно, что ранее российский президент говорил о том, что ядерные мощности будут размещены в Беларуси, начиная с 6-7 июля. Прокомментировать заявление Минской и Москвы я попросила директора базирующегося в Швейцарии проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига. Начать надо с того, что пока никто никуда ничего не вывез. И в этом смысле, собственно, пока надо дождаться каких-то реальных действий. На самом деле, я убежден, что есть все основания считать, что реального перемещения ядерных боезарядов на территории Беларуси не произойдет. Ну, полностью исключать, конечно, в наше время ничего нельзя. Но есть много на то причин, по которым, я думаю, надо относиться к заявлениям белорусского лидера с очень большим скепсисом. Поскольку понятно, что даже если вы посмотрите на то заявление, которое было вчера, когда он сказал, что уже чуть ли не привезли, и все у нас здесь готово, ну, если я правильно помню, российский президент говорил, что готово хранилище будет где-то в начале 6-7 июля. Ну, то есть, нестыковка получается. Ну, более того, мне кажется, что и к началу июля, к 6-7 или когда построить полноценное, адекватное хранилище боезарядов, на самом деле, практически нереально. Мы должны понимать, что ядерные боезаряды – это вещь сложная в эксплуатации, скажем так. И хранение, и поддержание их в необходимой степени готовности, и обслуживание, и охрана, и оборона – это все требует определенных условий. Вот специализированное хранилище, которое обслуживается военными частей 12-го главного управления Министерства обороны России. И вот вся эта система хранения боезарядов, на самом деле, это довольно сложная система, как в инженерном смысле, так и в смысле организационном, и буквально и в бытовом. Потому что, понятно, вы, если части 12-го главка обслуживают эти и охраняют эти боезаряды, то им надо где-то и городок иметь военный, и казармы, и все такое. То есть, я думаю, что, скажем так, оптимистический, если можно так сказать, сценарий заключается в том, что вот, да, где-то в начале июля что-то будет, наверное, построено, так сказать, какое-то сооружение, какой-то ангар, может быть, какой-то колючей проволокой его обнесут, и будет заявлено о том, что возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии существует. И вот будет доложено по начальству, что вот поручение, собственно, выполнено. Что касается вот физического перемещения боезарядов, ну, опять же, я все-таки надеюсь, что части 12-го управления и 12-е управление как институт, что это институт довольно консервативный, и люди там относятся к своим обязанностям с ответственностью, и они смогут найти способ, вот, выполнить поручение, но выполнить его таким образом, чтобы, собственно, сами боезаряды остались на территории России, и, опять же, отрапортовать, что вот есть такая возможность. Ну, самый пессимистичный вариант в этом смысле – это то, что что-то, может быть, привезут, и покажут, может быть, даже съемку организуют, но потом увезут, потому что хранить в неподготовленных условиях, хранить ядерные боезаряды, я уверен, никто не будет, чисто по техническим соображениям. Павел, ну, а тогда вообще цель этих телодвижений, цель этой риторики, зачем это все делается? Ну, цель здесь исключительно политическая, и вот, как установить более тесную связь между Белоруссией и Россией в данном случае. Как вы можете видеть, на самом деле, как я понимаю, инициатором, и в большой степени движущей силой всего этого процесса был как раз белорусский лидер, и ему видно, что ему доставляет удовольствие вот эта роль человека, который распоряжается, что называется, каким-то ядерным оружием, хотя на самом деле понятно, что ничем он распоряжаться не может. Вот, да, вот это политический шаг, политическое такое заявление. Для России, опять же, мне кажется, никаких, собственно, ощутимых преимуществ в этом шаге нет, кроме, может быть, опять же, одного чисто политического соображения, а именно, что вот таким образом, я думаю, что российскому руководству хочется, или оно не возражает против того, чтобы показать, что вот Россия может позволить себе такого же рода шаги, какие позволяют себе, так сказать, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО. То есть мы знаем, что подобная практика хранения, ну, и хранения, и ядерного оружия на территории союзников, и, что на самом деле более может быть существенно с точки зрения НАТО, это практика обучения военных союзников, обучения применению этого оружия, вот эта практика, она, так сказать, вроде бы Россия и Белоруссия, ее собираются, что называется, создать. И вот это тоже политический шаг, то есть вот видеть, что Россия тоже в состоянии такое делать, вести себя таким образом, каким себя ведут Соединенные Штаты и их союзники. Павел, а как нам в таком, в этом контексте трактовать появившийся материал, программный даже отчасти, российского политолога Сергея Караганова, который говорит, в котором есть такой тезис «упреждающий удар возмездия». Это большая статья, в которой говорится о противостоянии России и Запада в контексте украинской войны, предлагаются разные варианты, и вот возникает вот эта вот мысль о том, что Запад, ну, так, если уж простым языком взорвался, надо немного окоротить, и инструментом такого окорота может стать «упреждающий удар возмездия». Что вы можете сказать на эту тему? Ну, это, конечно, печально, что вообще такого рода публикации появляются, и что, так сказать, у каких-то людей в голове происходят такие процессы, но если посмотреть на тот аргумент, который Караганов приводит или пытается, во всяком случае, собрать, то в каком-то смысле даже можно сказать, что он подтверждает то, что мы только что обсуждали, что на самом деле вот порог применения, то есть любое применение и угрозы, тем более применение ядерного оружия, что оно будет воспринято исключительно, так сказать, негативно. Потому что если посмотреть, что он говорит о том, что вот давайте мы понизим порог, то есть реально говорит, давайте мы будем как-то более убедительно угрожать своим ядерным оружием, вот, и тем самым вроде всех напугаем. А вот все вроде посмотрят, сторонние наблюдатели, вроде Китая, хотя они, конечно, так сказать, осудят, но в душе они вроде порадуются и нас одобрят. По большому счету все это уже было сделано. И были и угрозы, и были опасения, и результатом этого было четкое понимание того, что никто этого нигде не одобрит, никогда. И никто, так сказать, радоваться этому не будет. И в этом смысле, то есть это стратегия, которая совершенно непонятно, на чем основана. Физическая возможность применения ядерного оружия существует, но для этого, опять же, нужно принять решение, и это решение должно быть выполнено. И, как я уже говорил, порог для принятия такого решения, он исключительно высок, и я не вижу, почему бы он снижался. Комментарии Павла Подвига специально для итогов. Примечательно, что ядерный компонент присутствовал на этой неделе в обвинениях, предъявленных экс-президенту США Дональду Трампу в суде во Флориде. 45-го президента США там обвинили в незаконном хранении конфиденциальных документов, которые, как утверждается, Трамп после того, как покинул Белый дом, перевез в свою резиденцию в Маралага. Документы, изъятые ФБР, содержали, по данным следствия, секретную информацию о программах США по созданию ядерного оружия и планах Пентагона на ответные действия в случае ядерной атаки на Америку. Прокомментировать серьезность предъявленных Трампу во Флориде обвинений я попросила профессора права университета Джорджа Мэйсона в Вашингтоне Илью Сомина. Суть обвинения довольно серьезная, что он намерен, после того, как он уже ушел с поста президентства, что он удержал при себе классифицированные документы, причем довольно серьезные, там, баянные планы и другие очень важные данные. И потом, в течение многих месяцев, даже после того, как федеральные власти попросили его вернуть из документов, он все равно отказывался, пытался их скрывать и так далее. Поэтому это гораздо более серьезные обвинения, и они лучше обоснованы, чем те, которые в Нью-Йорке, там, штатские обвинения, а не федеральные. Ну и к тому же, данные показывают, что весьма вероятно, что Трамп просто явно виновен. Я не могу, конечно, быть на 100% уверен, потому что юридический процесс только начинается. Может быть, адвокаты Трампа предъявят какие-то данные, которые мы еще не видели, или как-то оспорят те данные, которые привели федеральные власти. В данный момент, конечно, это очень серьезное дело и гораздо лучше обосновано, чем то, которое было заведено в Нью-Йорке. Скажите, чем грозит бывшему президенту обвинительный приговор, если он будет вынесен именно по этому делу? Значит, в принципе, он может провести много лет в тюрьме, но если его осудят присяжные, тогда судья будет решать, сколько лет в тюрьме или какой другой штраф ему назначить. И при суде будет большое количество вариантов, и многое будет зависеть от того, какое решение принят судья, потому что в данном случае есть мало ограничений на ее способность решить длину срока в тюрьме, или даже потенциально она может решить, что Трампа всего лишь нужно заштрафовать или как-то иначе наказать без судебного срока. Но, в принципе, ему грозит значительный судебный срок. Я не могу так сходу трудно прямо сосчитать, точно сколько лет, потому что там есть 37 разных обвинений, и мы не знаем, если его засудят на все 37 семей. Но если, предположим, что его засудят на все 37, это будут максимальные сроки, возможно, что он проведет в тюрьме много-много лет, даже потенциально почти всю оставшуюся свою жизнь, так как ему, если я правильно помню, 74 или 75 лет в данный момент. Илья, проводятся здесь еще параллели с другими крупными политическими фигурами, и мы чаще всего видим разговоры о Джо Байдене, о Хиллари Клинтон, в том, что касается обращения с документацией, когда они находились при исполнении служебных обязанностей и уже потом после. Скажите, как это похоже на то, что сейчас происходит с Трампом, и чем отличается? В некотором смысле похоже, но в большей степени отличается. И в случае Байдена, и в некоторой степени в случае Хиллари Клинтона, они держали классифицированные документы в места, где это, возможно, незаконно. Но в отличие от Трампа, Байден, вероятно, взял эти документы ненамеренно, и как только он узнал о том, что они у него, он сразу их вернул. И то же самое в случае Хиллари Клинтон, в том случае, возможно, была более крупная намеренность, когда она одержала классифицированные имейлы на частном, а не государственном сервере. Но, тем не менее, тогда тоже она все вернула, как только власти попросили. Но Байдена в данный момент тоже расследует специальный прокурор, так же, как другой специальный прокурор расследовал Трампа. Если специальный прокурор, который расследует Байдена, если он найдет данные, которые показывают, что есть больше сходства между делом Байдена и делом Трампа, чем в данный момент, не каждый. Возможно, что против Байдена тоже будут предъявлены обвинения. Но если это так, это ничем не уменьшает виновность Трампа. Илья Сомин о новом процессе над Дональдом Трампом США. Не безинтересно, что на фоне флоридских судебных слушаний целый ряд американских изданий, включая газеты про демократического направления, отметили, что согласно проведенным опросам обвинения, предъявленные экс-президенту, могут консолидировать вокруг него ощутимую часть республиканского электората. Все это на фоне уже взявшей ранний старт президентской гонки в США. О шансах претендентов и динамики происходящего я беседовала с профессором политологии университета штата Теннесси Андреем Коробковым. Андрей, ну и президентская гонка набирает, в общем-то, обороты, времени еще до выборов. Ой, сколько! А по традиции все уже объявляют о своем желании побороться за президентское кресло. Вот мы получили буквально накануне заявление Криса Кристи вступить в гонку. До этого громкое заявление, которого ждали, это заявление Десантиса о вступлении в гонку. Вот сейчас, что предварительно? На этом этапе можно сказать о композиции того, как мы сейчас видим этот расклад тех, кто готов посоревноваться и как это вообще все будет, как эта игра будет разворачиваться в ближайшие месяцы, наверное. Да, но ситуация в определенной степени трагикамишная в обеих партиях. Что касается республиканцев, реально есть два кандидата. Это Трамп и как бы контр-трамп Десантис, который предлагает трампизм без Трампа. Другие кандидаты преследуют свои цели, но, скажем, такие фигуры, как Ники Хейли или Тим Спад, они выторговывают себе места в будущем кабинете. Хейли, к тому же, активно помогает Трампу, будучи в этой компании. Есть кандидаты, которые представляют интересы истеблишмента и конкретно пытаются создать проблемы для Трампа. Иоса Хатчинсон в Арканзасе и Кристи, которого вы сейчас упомянули. И есть кандидаты, которые, как всегда, очень переоценивают свои силы. Тот же вице-президент Пенс. То есть реально борьба идет между двумя. Элита ставит на Десантиса, но пока он не очень эффективен, несмотря на свою популярность и у республиканцев, и особенно во Флориде. Последние опросы показали, что разрыв увеличился между Трампом и Десантисом, но Десантис вышел на финишную прямую, он объявил свою кандидатуру, он начал огрызаться на, прямо надо сказать, не очень красивые заявления Трампа по его поводу. Посмотрим, как это повлияет на рейтинге. Вот сейчас последние цифры говорят о том, что Трампа поддерживают все равно больше половины электората, у Десантиса порядка 30 процентов, из других кандидатов видим и только Тэнс и Хейли, у которых больше шести, а остальные все имеют в лучшем случае 1-2-3 процента, то есть они малозначительны. Думаю, что появятся другие кандидаты, они серьезные кандидаты, как это обычно и случается, приходят из числа губернаторов, которых не видят большинство избирателей, но которые имеют и опыт, и свою финансово-организационную базу, что очень важно, такие, как Крис Сунона, например, у Демократов ситуация уже совсем комичная, потому что мы видим, что делается все, чтобы оградить Байдена от критики со стороны других демократов и особенно предотвратить появление других кандидатов, но появилось два, Роберт Кеннеди, которому 69, и Мэриэн Уилсен, который 70, и придя ниоткуда, не имея ресурсов, Кеннеди сейчас имеет поддержку почти 20% демократов, Уилсен 8%, и думаю, что это, конечно, опасная тактика со стороны демократического руководства, потому что даже отказавшись от праймера, даже начав откровенно давить этих кандидатов, они создадут им определенный орел жертвенности, и тут слишком много исторических параллелей. Тед Кеннеди в 1980 году не имел шансов выиграть у Картера праймерис, но ослабил его настолько, что тот проиграл выборы в дальнейшем, и теперь его племянник выступает в подобном же качестве в отношении Трампа. Юджин Маккарти в 1968 году заведомо проигрывал Джонсону, но кончилось его появление отказом Джонсона от избирательной кампании. И тут мы имеем дело с Байденом, который, откровенно говоря, сдает на глазах, и мы видим, что по тональности и аппаратчиков Дземпартии, и по тональности CNN, даже MSNBC, что они в общем паникуют, они боятся, что Байден просто будет не в состоянии вести кампанию, и вести дебаты, скорее всего, они просто бы просаботировали дебаты. Поэтому, я думаю, совершенно не исключено, что несмотря на то, что вот сейчас говорится по телевидению, говорится Белым домом, будет очень сильное давление, уже открытое давление на Байдена с тем, чтобы он не ушел, а досидел свой срок, но не баллотировался на новый, потому что никто не хочет видеть вице-президента Харрис в качестве кандидата. И если удастся это сделать, то, конечно, начнут появляться очень многие новые кандидаты, причем, как и у республиканцев, реальные кандидаты. Если они появятся, придут из штатов, это будут губернаторы, это будет и Притскер, и Ленойс, и ряд других, может быть, Ньюсом, хотя очень трудно губернатору Калифорнии получить поддержку в США, это как быть мэром Москвы в России. Но, тем не менее, ясно, что есть целый ряд людей, которые сидят на заборе и ждут, что будет. И видно просто по выступлениям и аналитиков, и журналистов, аппаратчиков, что нарастает тревога в связи с выборами и в связи с быстро ухудшающим состоянием байта. Посмотрим, чем все это закончится. Андрей Коробков в нашем эфире. И это все, на что хватило времени. Сегодня мы продолжаем следить за развитием событий. Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Смотрите нас на канале «Настоящее время» и в соцсетях «Голоса Америки». Хороших вам выходных и увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова